Уважаемые коллеги, уважаемый президиум прежде всего, уважаемые коллеги, я постараюсь более динамично, потому что я понимаю, что вечер, пятница и холодно, но все-таки хотела бы уделить опять же внимание острым нарушениям мозгового кровообращения, которые сегодня уже в первой половине этой секции уделялось достаточно много внимания, поэтому мне намного проще, хотя я все-таки хотела бы обратить ваше внимание на такую позицию, как определение острого ишемического инсульта. Так получилось, что в англоязычной литературе слово инсульт, stroke, это именно ишемический инсульт, тогда как в нашем языке наша терминология подразумевает инсульт как ишемический, так и геморрагический, поэтому, чтобы не было путаницы, основное внимание мы уделяем все-таки ишемическому инсульту или вот этому понятию stroke за счет того, что он занимает где-то 85-88 процентов среди всех видов инсульта и поэтому является особо важной проблемой, поскольку является основной причиной инвалидизации и одной из основных причин смертности населения во всем мире. Не так давно мы получили возможность официально говорить о том, что диагностика острого ишемического инсульта основывается все-таки не только на клинической картине, но и на нейровизуализации. Длительное время в нашей стране конкретно нейровизуализация не была везде доступна, поэтому требовать диагностики на основании этого метода было достаточно тяжело. Единственное, что оговорюсь, что как МРТ, так и КТ имеет место жить и в принципе, если мы говорим об инсульте, то это прежде всего смерть клеток головного, спинного мозга или сетчатки глаза, которые мы диагностируем действительно прежде всего с помощью нейровизуализации. В частности, мы не можем клинически определить ишемический это инсульт или все-таки это кровозлияние и имеет место быть все-таки и клиническая картина. Если клинически этот инсульт не проявлялся, но при нейровизуализации вы находите очаг некроза, такие инсульты называют ишемическими, немыми инфарктами. Если мы говорим о лечении инсульта, то хотелось бы обратить внимание, что в остром периоде инсульта определение инсульта имеет несколько другой характер. В частности, это более патоморфологическое определение, в частности, это дефицит фокальной тканевой оксигенации и энергообеспечения. И нашей основной целью является не допустить гипоксимию и гипотензию. То есть основой для более специфического лечения является базисная терапия. Основной задачей базисной терапии является создать условия, при которых не было бы дополнительного повреждения интактной нервной ткани и других органов и систем в организме и создать оптимальные условия для условно поврежденной нервной ткани, то есть для нервной ткани в зоне пенумбры, которая еще потенциально жизнеспособна. Поэтому основное внимание в своем докладе я уделю базисной терапии и основным акцентам или моментам, которые появились в последнее время. В частности, базисная терапия рассчитывает на то, что пациенты должны оставаться в живых, поэтому основа, конечно же, лежит в поддержании функций дыхания и кровообращения. Более специфическое внимание уделяется тем особенностям, которые возникают у пациентов с острым инсультом. Это, прежде всего, коррекция артериального давления или адекватная коррекция, исходя из самой патологии и метаболических расстройств, среди которых наибольшее внимание уделяется именно гипергликемии. И, как видите, еще один дополнительный фактор, на котором основывается базисная терапия – это коррекция волимических нарушений. В частности, если говорить о базисной терапии, то еще и существует особое место, где проводится эта базисная терапия. В зависимости от тяжести инсульта пациенты будут проводить в этом месте, которое называется инсультный блок, больше или меньше времени. Но, тем не менее, независимо от типа инсульта, возраста пациента и тяжести инсульта, это, ну, скажем так, лечение в инсультном блоке вызывает уменьшение летальности и инвалидизации, вы видите, на 20-30%. Считается, что инсультные блоки оказывают благоприятное влияние за счет того, что в них действительно есть организованный менеджмент, то есть протокол, тот локальный протокол, которому мы сейчас уделяем особое внимание, то есть программа, по которой пациент, или как бы протокол, по которому пациент будет обслуживаться, извините за такой термин. Конечно же, это коррекция адекватной температуры тела и артериального давления и, опять же, поддержание водно-электролитного баланса. Множество исследований, проведенных по анализу эффективности инсультных блоков, показали, что в инсультном блоке пациент в среднем проводит около двух недель, и среди всех мероприятий, которые там проводились и оказались эффективными, рутинным мероприятием, которое следует проводить всем пациентам, которые туда попадают, является внутривенное введение солевых растворов в адекватных количествах, то есть в количестве суточной потребности организма в течение первых 24 часов. И только специфические мероприятия, такие как назначение антибиотиков, антиперетиков, кислородотерапия или инсулинотерапия будут проводиться при необходимости. Именно такой избирательный подход по необходимости, но своевременный подход является основой сохранности тех жизнеспособных нервных клеток, за которые мы все-таки боремся. Если обратить внимание на отдельные витальные функции, в которых тем или иным образом участвует инфузионная терапия у пациентов с острым инсультом, то здесь хотелось бы обратить внимание на некоторые. В частности, у пациента с острым инсультом достаточно редко развивается артериальная гипотензия, но тем не менее, если она развивается, первое, о чем надо подумать, это в недостаточном объеме циркулирующей крови, о гиповолемии, и поэтому адекватная инфузионная терапия является не только лечением, но и профилактикой такого неблагоприятного состояния у пациентов с инсультом. Гипергликемия – это тот компенсаторный механизм, который включается у пациентов с инсультом для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность условно сохранивших жизнь нервных клеток и поэтому мы стараемся избегать, в частности, не рекомендуется назначать инфузионные препараты, содержащие глюкозу или декстрозу, в частности, в острейшем и в остром периоде инсульта. Именно из-за того, что базисно у этих пациентов повышается уровень глюкозы крови и чрезмерное его повышение оказывает повреждающие эффекты на другие органы и ткани и на интактные зоны головного мозга. Еще одним механизмом, который вызывает и повышение потребности организмов жидкости, с одной стороны, с другой стороны, является независимым повреждающим фактором нервных клеток – это повышенная температура тела. Обратите внимание, что только 20% гипертермия связана непосредственно с инфекционными осложнениями. У пациентов с острым инсультом раннее повышение температуры тела – это может быть астрофазная ответная реакция или повреждение специфических структур головного мозга, участвующих в термогенезе. Адекватная коррекция повышенной температуры тела должна быть основана на адекватном возмещении потерь жидкости. Вы знаете, что это больше 37 градусов, на каждый градус адекватное восполнение потерь жидкости. И только затем назначение, вернее, не только зачем, а параллельно на этой основе назначение специфической антипериотической терапии. У пациентов с инсультом достаточно часто развивается состояние, связанное как повреждением специфических структур, так и с отеком мозга, как нарушение глотания, которое само по себе является тем фактором, который вызывает гиповолимею у пациентов с инсультом. И благодаря, в кавычках, этому состоянию на сегодняшний день мы имеем стандарты, по которым мы можем определять степень дегидратации у пациента с инсультом. Это соотношение мочевины и креатинина, концентрация натрия или концентрация мочевины, или осмолярность плазмы. Эти показатели вы можете использовать для оценки степени дегидратации пациента и в динамике для оценки степени гидратации. Еще в 2008 году Национальный институт здоровья порекомендовал, эти рекомендации были включены, к сожалению, в специфические рекомендации намного позже, оценку степени гидратации у пациентов с острым инсультом, который необходимо не только проводить при поступлении, но и ежедневно, поскольку это состояние динамическое. По сути, фактором риска дегидратации является сам инсульт, а именно достаточно крупный очаг в бассейне, либо среднемозговой, либо внутренней сонной артерии, кроме того, что это пожилой возраст, женский пол или назначение диуретиков. У пациентов с инсультом дегидратация развивается не только по тем механизмам, которые особо обычно призняты. Это все-таки нарушение еще и коммуникации. То есть пациенты с инсультом не только не могут попросить, они не всегда достаточно адекватно оценивают свое состояние как состояние жажды, что им необходимо вот это восполнение жидкости. Кроме того, что назначают таким пациентам часто диуретики, ну и в конце концов это нарушение глотания и нарушение сознания. Если говорить о особенностях восполнения водно-электролитного баланса у пациентов с инсультом, то следует учитывать, что часто эти пациенты пожилые, поэтому у них есть свои особенности. Другой момент, что механизм развития дегидратации чаще всего у пациентов с инсультом связан с уменьшением поступления именно воды за счет основных механизмов развития. Поэтому очень часто это именно гипертоническая дегидратация, целью, мишенью которой даже у интактных пациентов являются клетки, содержащие наибольшее количество воды. В частности, те признаки гипертонической дегидратации, которые вы видите, по сути мы очень часто воспринимаем как сами по себе клинические проявления инсульта, и поэтому как к симптомам дегидратации мы можем их не учитывать. Если взять другой подход, например, по степени дегидратации, то чем более выраженная дегидратация, тем более выраженные симптомы со стороны центральной нервной системы, которые опять же очень часто нивелируются самими симптомами инсульта. Чаще всего у пациентов с инсультом все-таки умеренная дегидратация, и вы видите, что как нарушение памяти, как нарушение концентрации внимания, мыслительных процессов или удлинение времени реакции не являются чем-то необычным для пациента с инсультом и не могут рассматриваться или часто не учитываются как возможные симптомы дегидратации. Если говорить о особенностях пациентов с инсультом и особенностях водоэлектролитного баланса, то здесь надо обратить внимание на то, что при поступлении пациенты с повышенной осмолярностью плазмы крови имели неблагоприятный исход, такие пациенты чаще умирали или был у них более выраженный неврологический дефицит. Это исследование, которое показало, что осмолярность плазмы крови выше 296 миллиосмоль при поступлении является неблагоприятным прогностическим признаком как для пациентов с ишемическим, так и с геморрагическим инсультом. Еще один момент, что если пациент поступает в состояние дегидратации, это плохо, но если у пациента дегидратация развивается еще в процессе нахождения в стационаре, это более значимый фактор для ухудшения прогноза. Итак, почему дегидратация является неблагоприятным признаком для пациентов с инсультом? Поскольку усугубляется ишемическое повреждение уже имеющееся, поскольку ухудшается прогноз по восстановлению пенумбры за счет ухудшения микроциркуляции, увеличивается тромбофилия и увеличивается риск повторного события. Поэтому дегидратация является еще патогенетически неблагоприятным фактором для пациентов с инсультом, имеющимся так и на будущее. Мы стремимся к чему? Мы стремимся к нулевому балансу. По сути, гиперволимия тоже оказывает неблагоприятное влияние за счет не только усугубления отека мозга, но и увеличение нагрузки на миокард, который, в общем-то, нам еще понадобится. И гиперволимия, оказывается, неблагоприятно влияет не только на головной мозг, но и, например, на функцию почек. В нашем протоколе, пока еще сейчас действующем, потому что обновленный его вариант еще не подписали в министерстве, поэтому я не позволила себе его вам показать. Но, тем не менее, хочу обратить внимание, что для коррекции водно-электролитного баланса мы на сегодняшний день имеем маленький, но все-таки выбор. Это изотонический раствор натрий хлор и раствор рингера. Почему такой выбор? Вы уже достаточно много слышали об этих препаратах. Хочу обратить внимание, что они наиболее приближены к полиэлектролитному сбалансированному раствору инфузионов. В частности, раствор рингера содержит большее количество ионов, чем изотонический раствор натрий хлор. А растворы на основании раствора рингера, например, рингер лактатный, еще и по концентрации ионов максимально приближен к плазме. Поэтому может претендовать хотя бы минимально, но на название такого понятия, как сбалансированные солевые растворы по типу рингер лактатный или Хартмана, которые рекомендуются, особенно в тех случаях, когда нам необходимо вводить достаточно большое количество жидкости. В частности, я имею в виду те первые сутки, когда мы вводим иногда и суточную потребность, и нам совершенно не нужны осложнения с точки зрения гиперхлоремии или гипернатриемии, которые мы можем ожидать, если будем использовать только изотонический раствор натрий хлора. Таким образом, стабилизация физиологических параметров путем поддержания в допустимых пределах таких показателей, как артериальное давление, температура тела, водно-электролитный баланс, уровень глюкозы, сатурации кислородом в рамках инсультного блока не только улучшает функциональный исход и выживание пациентов, по сути, это те условия, которые создают оптимальные условия для сохранности нервных клеток, как интактных, так и условно поврежденных, то есть в зоне пенумбры. Поэтому считается на сегодняшний день, что это основа нейропротекции, не специфическая, эффективная для любых типов инсульта и доступна практически каждому пациенту. Спасибо за внимание.